Здравствуйте, меня зовут Алексей Шанцевой, я шеф-повар кулинарного пространства Рататой, и сегодня мы с вами приготовим Рататой в интерпретации с кулиным фаршем. В прошлом выпуске мы ходили в магазин, покупали все продукты. Напомню, что общий чек у нас составлял 400 рублей. В этом же чеке у нас была томатная паста, полбаночка, полбанки мы использовали в прошлом выпуске, полбаночки как раз используем сейчас, то есть у нас, в принципе, вся томатная паста и ушла. Что у нас сейчас будет необходимо сделать? Все овощи нарезать кольцами, в фарш необходимо добавить соль, перец, немножко чеснока, собрать это все, сделать небольшой соус томатный и убрать это все в духовочку залить. Нарезка овощей у нас идет примерно пол сантиметра толщиной, чтобы понимать, это вот такая вот толщина. Это делается для того, чтобы у нас овощи максимально хорошо пропеклись и при этом сохранили свою форму, не превратились у нас в кашу. Как правило, у нас на рынке идут молодые баклажаны, они не горчат практически, то есть даже если есть там какой-то привкус горький, но он настолько слабенький, что он не чувствуется. Все овощи желательно брать более-менее одинаковых размеров, чтобы у нас не было перебоя по высоте, чтобы овощи все пропекались одинаково. Овощи мы подрезали, переходим к фаршу. В фарш добавляем чесночок мелкорубленный. Рататуи традиционно готовят, в принципе, как бы вообще без фарша, вот традиционный прям, то есть там идут только овощи, томатный соус с базиликом и все. А мы готовим уже одну из интерпретаций Рататуи, то есть более интересный вкус, но по деньгам мы выходим получается не дороже, чем просто с овощами. Добавляем перец, добавляем немножко соли. Сейчас это все перемешиваем. То есть Рататуй, он как собирается? Все овощи ставятся вертикально, чередуя. Так как мы используем фарш, его немножечко неудобно подставлять вертикально, поэтому это можно сделать просто вот так вот, разложив на доске овощи, собрать столбики и потом аккуратненько готовый столбик же переложить. Выкладываем цукини, кабачок. Немножечко подсаливаем и немножко перца. Дальше выкладываем фарш. Фарш стараемся формировать в виде такой маленькой котлеты, чтобы он у нас был кругленький, аккуратненький. И сверху выкладываем помидор. И теперь вот эти вот наши башенки мы уже складываем в лист. Но также гораздо удобнее, нежели выкладывать непосредственно в самом листе. Также фарш у нас идет как связующая часть, которая не даст всему блюду развалиться, он при запекании схватится и будет это все поддерживать. Ну, вот так вот. Было бы, конечно, здорово еще один ряд провести, но у нас, к сожалению, формы чуть поменьше нет. Что делаем сейчас? Нам необходимо сделать томатный соус, так называемый. Для этого мы используем очень простые вещи. Мы берем томатную пасту, просто разводим с водой. Также сюда можно добавить зелень, можно добавить чеснок, чтобы был более ярче вкус. И заливаем так, чтобы томатный соус у нас максимально скрыл площадь всего рататуя. И убираем блюдо в духовку на 180-190 градусов. Я использую верх-низ конвекция. Примерно на 20-25 минут. Ну что, наше блюдо готово. В принципе, получилось достаточно недурно. Единственное, что у курочка фарш немножко подсел, но это нормально, потому что он дал сок. А чтобы этого избежать, можно добавить яйцо, можно добавить хлеб в фарш, чтобы он был поплотнее такой, чтобы он стоял. Приятного аппетита!